здравствуйте вы попали на кулинарный канал диетолога скачков в этом видео я расскажу вам как приготовить имбирный чай правильно для здоровых мужчин и женщин также вы узнаете как провести с помощью имбирного чая диагностику организма в домашних условиях также узнаете почему некоторые зря отказались употреблять имбирный чай и как им легко и просто вернуться к этому процессу потому что имбирь реально не просто кладезь биологических веществ он прекрасно помогает управлять работой всего организма улучшать работу желудка поджелудочной железы кишечника печени почек мозга иммунной системы любая область вашего организма ей можно помочь правильно функционировать с помощью имбирного чая в этом видео я расскажу вам про базовый способ приготовить имбирный чай а со временем на моем канале появятся и другие способы изменяя приготовление имбирного чая добавляя к нему те или иные ингредиенты можно получать десятки видов имбирного чая и управлять здоровьем для практикующего врача фитотерапевта диетолога имбирь это просто кладезь это просто находка впрочем какие кофе чай и семена льна и другие ингредиенты которые можно изменяя разные способы и условия приготовления можно получать совершенно иные результаты и так что мне нужно для того чтобы приготовить имбирный чай конечно нужен собственный имбирь вот эту тёрку с помощью которой она появится в свое время в видео я расскажу как ее правильно использовать поэтому смотрите до конца вы будете иметь владеть интересную информацию поймете почему не все эксперты правы в тех видео когда они пишут про имбирный чай вот эта тёрка поможет нам разобраться в этом вопросе но для того чтобы приготовить имбирный чай нужно корневище имбиря я его уже подготовил помыл обязательно помыть внутри имбирного корневища не развиваются бактерии на поверхности может быть все что угодно поэтому помыл удалил кувашицу и теперь беру обычную картофель и чистку и с ее помощью измельчаю это мой способ приготовить о том какой лучше подойдет вам я расскажу дальше в этом видео имбирный чай нужно готовить индивидуально и что нужно делать то тут все просто есть чашка есть корневище и я просто имбирный корневище просто натираю ну вот порция примерно на один раз готова отлично что нужно делать дальше дальше конечно же кипяток варить имбирный чай не нужно нужно заварить и мне для этого нужен кипяток но правильный кипяток я об этом часто говорю особенно когда заваривают рекомендую заваривать правильно чай китайский другие скажем так экстракты проводить имбирный чай не исключение кипяток должен быть правильным иными словами вода должна не просто нагреться за обязательно пройти стадию кипения белый ключ и вы ее пропускаете это самая опасная вода для биологически активных веществ имбиря вода должна закипеть покипеть буквально минуту-две далее остывая вот остывающей водой действительно не 100 градусов нужно а несколько меньше в районе 80 90 нужно заваривать имбирный чай здесь у меня в термосе именно такая вода поэтому я ее термос открыл и заливаю в чашку далее конечно чтобы эфирные масла не уходили накрыл крышкой и пока имбирный чай настаивается я расскажу несколько больше про его применение неважно каким способом вы готовите имбирный чай одно обязательное условие нужно минимальное время удерживать во рту иными словами вы пьете имбирный чай маленькими глоточками получаете удовольствие при контакте имбирного чая с и поверхностью языка но удовольствие при контакте имбирного чая с зубами получит ваш любимый стоматолог чтобы не доставить ему такую радость либо пьете маленькими глоточками бьете через коктейльную трубочку в этом случае в полости рта у вас не будет новых событий иными словами зубы останутся целыми вот дальше возникают нюансы есть разные имбирные тесты и подробнее если у вас эти имбирные тесты будут проявляться я буду писать специальные видео как обойти то или иное препятствие в вашем организме чтобы имбирь оказал максимальное благотворное действие на весь организм и первый имбирный тест который вы можете попасть правильно пройдя полость рта это состояние желудка хастрит может легко и просто обостриться до состояния острого и вроде как вы должны потерять имбирный чай должны исключить его из рациона хотя читайте инструкции читайте статьи в интернете там написано имбирь лечит желудок улучшает работу желудка вот как вам совместить два действия да очень просто вот здесь и вступает вы это видео старая терка иными словами если вы не знаете состояние своего желудка и впервые в жизни заварили бедный чай я советую вам использовать вот эту грань для измельчения беля в этом случае да вы не все получите из имбирных корневищ но самое главное вы проверите свой желудок если несколько раз вы заварили вот так имбирный чай подготовлены корневища и все прекрасно есть другая грань этой терке больше степени измельчения больше активных веществ в имбирном чае количество которых зависит не столько от времени настаивания сколько степени предварительного измельчения пару дней на этой грани все прекрасно перевернули есть еще одна грань это грань прошли не вопрос максимальная степень измельчения измельчили имбирное корневище в пух если в этом случае ваш организм прекрасно воспринимает имбирный чай продолжайте его радовать таким способом приготовленным имбирным чаем а что делать если у вас вдруг появился обострился гастрит панкреатит ухудшилось состояние кишечника печени появились боли или рези при мочеиспускании иными словами обостряется цистит простатит вопросов нет вы эту грань оставили вернулись сюда только если на этой грани имбирный чай вызывает у вас какие-то осложнения да нужно убрать его из своего рациона либо изменить способ приготовления об этом будет в одном из следующих видео на моем видеоканале а пока если вы получили какую-то полезную для себя информацию поставьте хотя бы лайк на это видео если вы хотите задать какой-то вопрос комментариях пишите форум открыт пишите свои комментарии если у вас есть какие-то дополнения к этому способу приготовления имбирного чая напишите вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать привычный подписчикам и к словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете что делать с этим видео можете кстати сделать репост можете подписаться на мой канал и другие видео для здоровья и активного долголетия на моем канале есть по правильному приготовлению различных блюд напитков чтобы вы жили лучше и дольше а пока вы думаете что делать с этим видео я буду пить правильно приготовленный имбирный чай и подумаю как написать лучше следующее видео и опубликовать на моем видеоканале до новых встреч на моих видеоканалах доктор скачкой школа доктора скачкой это youtube а также школа доктора скачков instagram